Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот такие кашпо, которые я в Икеа купила, это корзины под мусор Они служат у меня уже несколько лет, это вот три новеньких Вот многие спрашивают, есть ли отверстия, вот такие отверстия То есть достаточно большие Сильно больше делать нет смысла земля Отсюда выходит перочка 20 номер Можно сделать несколько, но мне достаточно одного уже испытано Ну и все подставки наши красивые для Фуксии Борисыча Вот здесь на зимовку отправлены, как лучше снять То есть такие вещи не оставляем на улице, ну чтобы не ржавели Снежный покров у нас, как правило, большой, поэтому вот так вот расположился парад подставок На них я еще, конечно, чего-нибудь поставлю На фоне моего юбилей Да, а крючки, вот эти крючки Продаются крючки для водостока, ну вдоль домов делают желоб И вот мы приспособили такие крюки Они достаточно прочные, потому что подставки же металлические И висят прекрасно, они не прогибаются Кстати говоря, такие крюки можно использовать для подвесов наших цветов Вот, пожалуйста, тоже идея Они еще и цветов бывают разных Они бывают белые или что? Да, они бывают разные, наверное, цветов Белые, коричневые А, вот так, под цвет садинга То есть сразу у меня родилась идея А сколько стоит такой крючок? 50 или сколько-то Еще так дешево? Ну в принципе-то Потому что они, как правило, все дорогие Вот такие крюки запросто, девочки, мы можем с вами использовать Ну и подставки для питуней тоже будут зимовать в гараже Никак не под открытым небом Потому что, ну, это надо беречь Ну и правда, они же не дешево стоят Если вот так посмотреть По себестоимости материала, работы Ну и не на один год это сделано Поэтому все протерто, намыто И вот здесь вот все будет зимовать Борисыч, что вы тут делаете, расскажите людям Готовим ботовлог А, это готовь сани летом А телегу зимой Ну, в общем, подготавливаемся к снежной зиме Вот если почитать, то в этом году обещают очень снежную зиму Я вообще не хочу этого Прямо позапрошлом году у нас сугробы были более двух метров И в день чистила снег по несколько раз Поэтому, ну, как-то не хочется Но необходимо приготовить вот оборудование Этому мотоблоку Как он у нас называется? Снегоуборщик Ай, снегоуборщик Я ищу про мотоблок, потому что сезон Сезон продолжаю МТД 56 МТД 56 Вот ему 12 лет Служит он у нас, как сказать, просто на ура Потому что у нас очень большая территория по уборке снега То есть это весь двор, всю плитку мы чистим Мы не делаем такие там тротуарчики Чистим два гаража, то есть въезду два гаража Ну и плюс всякие дорожки, даже до теплицы 200 метров Поэтому у нас чистят Вот почему я и говорю, не хочу много снега Потому что чистить очень много Ну так как я не могу таким Пользоваться такой техникой Поэтому я что-то, что могу, чищу вручную Ну а Борисыч с работы приходит вот Этим чистить снегоуборщиком Хотели купить уже новый Но он пока справляется Тут что-то подкрасили Видите, он красного цвета Но у нас уже такой красно-серенький Потому что ржавчину всю преобразовали И покрасили Вот как тщательно протираем Просто как будто бы это в квартире находится Что ты протираешь? Ты смазывал или что-то делал? Нет, просто профилактику Профилактику, вот так Заводится он у нас уже? А какая здесь проблема была с колесами? Вот я помню А с колесами здесь Заводом-изготовителем предусмотрена Бескамерная резина Мы поставили камеру Потому что то холодно То... Вот, слышали, друзья? Получается разность температур Объем воздуха маленький в шинах И она постоянно... То есть вот Вот единственное за столько лет С колесами мучились Ну а сейчас поставили просто камерную резину Вот такую, которую можно подкачивать Камерную резину, а камеру поставили Камеру, в общем, вот То есть с колесами была проблема А все остальное Чистит он очень хорошо Вот представьте, два гаража Вот это вся территория Вот это вся И перед домом еще въезд 200 метров То есть Вот сейчас вам показываю масштаб бедствия То есть вот эту всю территорию Мы все-все чистим от снега Ну для того, чтобы весной здесь снег не застаивался Вот это, вот это И вот это все чистим Вот, то есть гараж Вот И еще территория, которая у дома вся чистится Поэтому и необходимо все сделать так Чтобы сейчас это оборудование хорошо работало И поставить его уже на передний план То есть мотоблок уйдет на задний план сарая В сарае, где хранится техника А снегоуборщик будет готов уже Давай, Борисыч Что там, как у тебя там Заботится или нет О О Ну в общем трактор завелся Это даже очень хорошо Потому что все-таки стоял он Бензин-то есть хоть полгода Ну все, заливаем и готов агрегат Борисыч стоит вот с таким пистолетом Ну я смеюсь, конечно Это прибор Что делать? Сейчас спросим Расскажите, Паша, что это за прибор? Тепловизор Тепловизор, то есть мы делаем Смотрим утечки тепла Тепловизионную съемку своей светелки То есть проверяем, где утечки тепла Ну и что мы тут обнаружили? Расскажите, пожалуйста Угол у нас Который стыкует профили не очень теплый Так Вот в швах Швах это где прилегает стекло, да? Прилегает стеклопакет к стене Везде все хорошо-хорошо Крыша Крыша проверяем Вот на крыше маленечко светится То есть вот в этом экране видно красные очаги Да? Красным Это там, где... Не обязательно красные А по цветовой гамме По цветовой гамме определяем, где идет утечка тепла Ну вот мы все-все уже проверили Фундамент, кстати говоря, великолепно сделал Там ничего не происходит Крыши тоже только в одном месте прилегание А вот в стеклопакетах происходит там, где вот дверь Примыканет Где дверь закрывается Ну и угол Углы этот и тот Замочная скважина Ну замочная скважина, естественно То есть такие места, где прилегают стеклопакет Стекло к раме Вот там Ну, как сказать Это уже не от нас даже зависит Сейчас мы смотрим Вот по всей По всей светелке Все проверяем Вот такой прибор Он важен Мы и дом проверяем И смотрим просто Что, где сделать Какое-то, может быть, утепление Вот видите как Где утечки тепла Именно в стеклопакетах Именно в стеклопакетах То есть и именно там, где вот по периметру рамы Где примыкание Вот видите как Крыша, все великолепно Крышу проверили со всех сторон То есть там, где мы утепляли сами Крыша, фундамент Никаких изменений нет Только в местах привыкания Где, допустим Ну, а где вот стеклопакеты Там уже нам самим ничего, конечно же, не сделать Хотя Говорю, что мы заказывали Ну, у хороших проверенных людей стеклопакеты И Они как бы сделаны-то добротно Ну, и дома мы проверили Кстати говоря, стеклопакеты Точно такая же история Особенно поверху Но сделать настолько И в некоторых местах Да, в некоторых местах Это не говорит о том, что там все прям пропускает Это такой вот прибор, который определяет Ведь так, если вы визуально Ни по самочувствию, ни рукой Никак вы этого не почувствуете Только вот такие вот умные приборы Есть, которые могут проверить Все утечки тепла Вообще, хорошие, конечно, приборы Тот, кто строит дом В красной зоне не ингалония практически Так Что вы сказали, Борисыч? В красной зоне? Только замочная скважина Вот видите, замок И сразу Ну, естественно, в замок там идет воздух И все А как он работает? От чего он такой прибор работает? Тепловизор От батарейки Угу От сети Видите, там все синенькое То есть в крыше вообще нигде ничего не примыкает Только вот где в местах примыкания Да Угол, естественно, это же металлическая конструкция Угол И вот взять даже этот, как его Замочную скважину Посмотри Вон она под ручкой светится Маленький кусочек Угу Ну вот где щель, сама дверь Ну где щель, да Вот это вот светится Вот это вот примыкание Самой дверь Хоть там даже ведь и проложен Ну Уплотнитель Все равно Вот Ну все равно Мы остались довольны После того, как проверили То есть нет уж у нас таких тут Никаких сильных утечек Поэтому Я думаю, что Моя светелка сделана В общем-то Очень-очень добротно И хорошо Ну и еще, друзья мои Коль сегодня видео Всяких технических Моментах Жизни В нашем саду В доме Я вам хочу показать Вот такое устройство Это устройство Принадлежит К счетчику Нового поколения Вот так будем говорить Просто очень много вопросов Как у вас устроено Отопление в светелке Сколько будет там Электроэнергии Кто знает Что там все С электроэнергией связано Я еще рассказывала Видео, что перевела Свои растения На ночное освещение Там тоже были Все за и против Но сейчас не об этом Светелку мы подключили К электроотоплению То есть там батарея Энстафирма Такая хорошая Очень финская фирма Батарея электрическая Висит И теплый пол Теплый пол Пока я не включаю Мне без надобности Это уже будет На зимний период Батарею ставлю На определенную Температуру Вывожу И поддерживаю Таким образом Тепло в светелке Ну уже холодно У нас Можно сказать Что каждый день Идут утреннички Минус 2 Минус 5 Поэтому вот Да и днем Жары уже нет И само Электропотребление Светелки Запитано От гаража А в гараже Свой счетчик То есть в доме Электрический счетчик Свой В гараже Свой Так вот Сейчас идет Эра новых счетчиков Счетчик нам поставили Новый На столбе Маленькая Незаметная Коробочка И вручили Вот такой Пульт Счетчик Дисплей Потребителя Вот теперь как Это совсем Совсем Такая новинка И теперь Я могу За каждый день Посмотреть Потребление Электроэнергии Если В доме То я не могу Проверить Потребление Электроэнергии У нас тоже Все уже В городе Автоматизировано Ну много Что Я имею ввиду В частном фонде То есть у нас Такие приборы Учета Висят на столбах Где Электронно Списывается В определенный День Месяца Все показания От нашего Потребления Дома Все идут На компьютер В фирму Которая Занимается Учетом Электрической Энергии Потом выставляет Нам По этому Потреблению Счет В доме У нас Висит счетчик Ну потому что Он был так Повешен Но я не передаю Никуда Никаких показаний Все это Идет Автоматически А вот Теперь вообще Вот такая Новинка Смотрите Я здесь Нажимаю Кнопочку И вижу Например Сейчас он Настроится Вот Антенна Видите Как в телефоне Так Сейчас сделаю Вот Видно Антенна И это Общее потребление Вот Я сейчас Вижу Время Это День Недели Месяц Год И вижу Вот Т2 Это Ночное Потребление Счетчика Уже С учетом Месяца А это Дневное Потребление И Общее Потребление Счетчика И я взяла Специально Завела себе Вот такую Тетрадочку Потому что Первый раз Это все У меня Онлайн Можно сказать Светелка Только построена Мне просто Интересно Сколько же У меня будет Расходов По электрической Энергии И я вот Здесь записывала Вот начальные Показания Пошли Хотя бы Посмотреть За месяц Октябрь Сколько у меня Выйдет В деньгах Вот потребление Электроэнергии То есть Ночной тариф У нас стоит 2,55 А дневной 4,71 Это в домах С электроплитами Там где Газ Там дороже То есть Тариф будет Совершенно другой Вот И я посмотрю За месяц Во что мне Выльется Расходы По светелке По освещению И по отоплению Сейчас я уже Поняла Что это Не дешевое Такое совсем Дело Я думаю Что октябрь Месяц Достаточно Теплый У нас Но Иногда Днем Даже были Такие дни Когда днем Я выключала Отопление И температуру Светелка Светелка Держит Вот если Я выключу В 8 утра То в 8 вечера Только включала Отопление И там температура Падала Только на 2 градуса Держу там Температуру От 14 Ну до 16 До 17 Градусов Вот такую Не выше Но ниже Но ниже 14 Тоже уже Не опускаю Вижу Что температура Опустилась Включаю Отопление А вот сегодня Я его даже И не выключала День очень Такой прохладный Сумрачный Сырой Поэтому Отопление И ночь И день И я думаю Что я уже Перехожу На такой режим Когда будет Постоянно Работать Отопление Ну а освещение Только в определенные Часы Свечу Рассаду 14 часов Пока Ей достаточно Зимой Когда будет В декабре Вообще У нас Такое ощущение Что постоянно Идет темнота Потому что Расцветает Только там После 10 К 11 А в 2 часа Уже начинаются Сумерки И в 3 Уже темно Вот здесь Вот буду светить 16 часов Пока 14 часов Предостаточно Потому что Еще днем Хватает Вот такого Дневного Освещения Ну в 4 часа дня Уже все Темно Вот Сейчас Пол седьмого А на улице Вот такая Не видно Там Не видно Кухне Видно В общем На улице Вообще Тьма Тьмущая Вот такая История С таким Новым Прибором Мы еще В городе Таких приборов Немного Сейчас Ведут Установку Вот На нас Тут Репетиция Произошла Репетиция Ну это Конечно Очень удобно Все Вижу Сколько Что И могу Вот Тут Еще Разными Кнопочками Снимать Но я Имею Смотреть За какой День За какой Период В общем Вот такая Новиночка У меня Это тоже Такая Техническая Штучка Для учета Вот Я Экономисток Веду Учет Весь А потом Вам Как Нибудь Видео Если Интересно Скажу Сколько Стоит Чтобы Вырастить Наши Любимые Цветочки Ну в общем Это Большие Деньги Убираемся В саду Борис Еще Где-то Элитных Яблок Набрал Антоновка Вся Снята На хранение А это Звездочка Ой Какая Красота Я думала Что Яблоки У нас Отошли А они Еще Красавцы А вкусные Необыкновенно Редактор субтитров Корректор А.Кулакова